Экс-президент США Дональд Трамп выиграл кокусы в штате Айова. Первый этап внутрепартийных выборов у республиканцев. Тем временем на полях Всемирного экономического форума в Давосе премьер-министр Катара сделал заявление по ситуации на Ближнем Востоке. А в Индии и в Китае из-за непогоды пострадали туристы и местные жители. Об этих и других событиях, произошедших в мире, в нашей следующей рубрике «Мир сегодня». Экс-президент США Дональд Трамп выиграл на первичных выборах в штате Айова. Итоги этого голосования окончательно определяют кандидаты от партии республиканцев в борьбе за пост главы государства в этом году. Трамп одержал победу, получив 51% голосов. Его оппоненты, губернатор Флориды Рон Десантис и экс-пост пред США при ООН Ники Хейли набрали 21,19% соответственно. К слову, самый молодой кандидат от республиканской партии, бизнесмен Вивек Рамасвами, занял четвертое место и покинул гонку. Предприниматель теперь призывает своих сторонников голосовать за Дональда Трампа. Выборы президента США, напомню, запланированы на 5 ноября. Катар считает, что действия Великобритании и США в Красном море против йеменских усидов могут привести к эскалации конфликта. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Мухаммед Бен Абдулрахман Альтани на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он считает, что нападение на коммерческие судоходные пути можно сдержать с помощью дипломатии. А создание двух государств – это ключевое решение конфликта на Ближнем Востоке. Необходимо добиться согласия Израиля для будущей стабильности в регионе и на палестинских территориях, считает премьер. В Китае спасли туристов, пострадавших из-за схода лавин в Синьцзянь в Уйгурском автономном районе. Несколько дней назад около тысячи путешественников застряли в отдаленной дачной деревне. Они отправились в регион на живописный горнолыжный курорт. Однако из-за обрушения лавин оказались под семиметровыми завалами. Работы по их спасению проходили в условиях непрерывного снегопада. Туристов освободили из снежного плена на вертолётах. Теперь пострадавшим предоставят временное бесплатное проживание. Ранее на место происшествия власти доставляли топливо, генераторы и продукты питания. В Индии задержали сотни международных рейсов, десятки отменили. Причина – густой туман. Аномальные погодные условия ухудшили видимость и помешали работе аэропорта в Нью-Дели. Также туман привёл к сбоям железнодорожного сообщения. Десятки пассажиров состряли на вокзале в столице. По прогнозам метеорологов, природные аномалии сохранятся до конца недели и отразятся на транспортной системе по всей стране. В Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми». Её откладывали на четыре месяца из-за забастовки в Голливуде. В числе главных лауреатов в этом году – сериалы «Наследники», «Медведь» и «Грызня». Также татуэтку получил британский певец Сэр Алтен Джон за прямую трансляцию своего последнего концерта в рамках прощального тура. В копилке артиста отмечут теперь все четыре именитые награды. Это «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони». Агырки Бақтубай, Кызы 24 Тейзет.